Первый раз мне прямо уточняют, у срок годности мне подходит или нет. А уже в воскресенье у дочки день рождения. Но на день рождения я, честно говоря, думала-думала, что их дарить. Вот чем можно удивить человека, у которого все есть. Вот по всем этим причинам я заказала вот это мясо. Обычно иду в мясной магазин, выбираю мясо. А то я стала что-то резко выходить на улицу. Но я рада от того, что мне не нужно ничего тяжелого тащить. Да, я прям рада, что я прям в 21 веке живу. Такий вот такой технический прогресс. Это очень интересно, очень здорово, да. Всем доброе утро, девочки мои. Начинаю утро с масочки. Тканевую масочку такую. Лифтинг, сияние. Сделала себе. Сегодня очень такой напряженный день. Сегодня много дел у меня. Вчера отдыхала, смотрела сериальчик. Потом скажу, какой сериальчик. Уже не могу вспомнить. Так, вот такая вот масочка. Пил кофе. Такое у меня утречко. Сейчас масочку надо будет снимать мне уже через 5 минут. Ну, я сниму масочку, тогда к вам вернусь. А то мне так не очень удобно говорить. Ну вот, так-то лучше, да. Так, девочки, хочу стереть вместе с вами вот эту татуировочку, которую я делала, когда показывала вам обзорчик Фаберлик. Это такая наклейка, которая, в общем-то, запах дает духов. Ну, пахнет она, честно говоря, дня два пахнет. Потом уже не пахнет. Написано, что вытереть ее можно маслом. Смочив маслом. Ну, я беру вот растительное масло. Растительное масло. Сейчас собираюсь принять душик. И думаю, надо сначала татуировочку эту удалить. Так, смочить и подержать. Ну, подержим, потом посмотрим, как она легко удалится или нелегко. Вопрос. Кстати, сериальчик называется Другой взгляд. Это не тот жанр, который я люблю. Люблю детективы, триллеры. А это такой, знаете, отдыхающий сериальчик. И, в общем-то, я уже второй сезон смотрю. Не знаю, сколько сезонов. Не смотрела. Не смотрела, сколько серий, сколько сезонов. Ну, такой, знаете, отдыхающий, легкий фильм. Мне что-то понравился, запал. Если бы не понравился, я бы выключила и что-нибудь искала другое. А тут вот смотрю и смотрю, смотрю и смотрю. Интересно, что дальше будет. Так что вот такой вот. Так, ну, пока что еще ничего не удаляется. Подождем чуть-чуть. Прошло 5 минут. Я вот немножко потерла. Ну, и, в общем-то, удаляется все. Да. Ну, сейчас вытру все. Потом пойду в душик. Написала себе целую кучу я список продуктов. Но там не так много продуктов, сколько тяжести. И вот я думаю, может быть, мне частично заказать доставку. Сейчас подумаю. Посмотрю, что там в доставке. Может быть, самое тяжелое мне принесут. Ну, а что-то придется самой по-любому идти смотреть. В общем, все. Удалилась. Удалилась она. Этикеточка. Отдала я родителям Насте эти этикеточки, переводнушечки эти. Ну, я одну картиночку оставила себе. Хочу себе потом еще налепить. На день рождения дочки, наверное, налеплю. Дню рождения. Скоро у нее день рождения. В воскресенье отмечать будем. Вот. Вот с буквой М. Это запеченные с орехом. И с изюмом. Крупный изюм. Очень вкусные. Мне понравились. Фух, девочки. С утра уже началась какая-то суета. В общем, я приняла душ, но голову еще не мыла. Вы, наверное, подумайте, сначала маску сделала, потом пошла купаться. Нет. Я просто освежаюсь каждый день и даже бывает не один раз в день. Потому что жарко, духота. Сейчас у меня пока что открыты окна. С утра немножечко был ветерочек, даже прямо навесочка колыхала. Сейчас уже ничего не колышется. Вот. Что я сделала сейчас? Я доставку, в общем-то, сделала. И вот у меня там уже входящий вызов. Звонят. В общем, жду доставку с пятерочки. Позвонили с пятерочки. Собираю пока мой заказ. Первый раз мне прямо уточняют, у срок годности мне подходит или нет там цыпленок. У меня не цыпленок, а эти голень цыпленка. Там до 7 августа срок. Но еще, в общем-то, 3 дня. Я говорю, он там мне не воняет, не посинелся. Нормально, значит, ну тогда давайте. Вот. Но по-стальному, вроде бы, там все. Но пока что еще собираю. Девочки, заказала много всего. Потому что я посмотрела на свой список. Все, что мне там нужно, это все такое тяжелое. Мне нужен арбуз. Мне нужна вода. Минеральная, негазированная. Полтора, полторашка или даже больше. Но там как раз две бутылки идет по акции. Дешевле. Две заказала. В общем, там овощи и мясо. И что-то там, в общем, много заказала. Но по весу там будет очень тяжело. Мне бы, конечно, это было все нести тяжело. И за один раз, естественно, даже не принесла бы. Это даже не смогла. И несмотря на то, что я полные сумки все время таскаю, мне пришлось бы, ну, как минимум два раза ходить. Ну, арбуз и вода, это уже отдельная тема. Ну, помимо этого еще мясо, овощи, все это дело. Вот. Так что, ну, жду. Они обычно это все делают быстро. Кстати, доставка по промокоду у меня бесплатно получилась. Ввела промокод, написано доставка бесплатно. В общем, там на 1200 с чем-то заказала. Вот. Ну, в течение часа вот должны уже мне доставку принести. Посмотрим, что мне там привезли. Что у меня там по срокам годности, по качеству. Продукты нормальные или нормальные. Ну, вообще, девочки, конечно, я люблю продукты выбирать сама. Особенно вот мясные продукты. Я там покручу, поверчу срок годности. Там на глаз, на нюх, на зуб все попробую. Ну, обычно молочку они всегда подать. И там молочку еще заказала. Там подать, и все нормально обычно. Ну, там вода, арбуз, яйца, кстати, еще заказала тоже. В общем, у меня все как-то так позакончилось. Я сегодня хочу поготовить немножечко, покушать. И вот посмотрю, что они мне привезут, какого качества. А то, может быть, придется мне все-таки идти в магазин и что-то другое покупать. Вот, надеюсь, будет качество хорошее. В общем, ждем. А, кстати, позвонил мне сын. Они уже добрались на море. Поехали они на море отдыхать всей семьей. В общем, короче говоря, добрались, поселились, уже все нормально. Так что я сейчас без Насты эту неделю буду. А уже в воскресенье у дочки день рождения. Ну, на день рождения я, честно говоря, думала-думала, что ей дарить. Вот чем можно удивить человека, у которого все есть, и который все, что хочешь, может себе купить. И даже то, чего я не смогу купить. В общем, решили, что я денежку ей подарю в конвертике. Ну, и цветочки, само собой. Вот так вот. Не буду я там сильно заморачиваться. Я сама, честно говоря, тоже очень люблю, когда мне дарят конвертики. Так, доставка мне там уже что-то маякует. Надо быть мне на связи. Попозже к вам вернусь. Очень жарко, девочки. Хочется уже закрыть окно. Ветра нету. Ну, вот-вот-вот уже придет доставка, и тогда уже я все закрою. Кстати, хлеба не будет. Отменили хлеб. Все, притащили мне заказ. Неподъемный просто вообще. Две большие сумки, он и арбуз там виднеется. Ну, сейчас распакуем, посмотрим, все ли там, что там заказала я. Так, один пакет я распаковала. В общем, за вот этот вот она мне говорила, что срок годности. Ну, тут до девятого еще елки-палки. Со второго сделали. Позавчера только сделали. Сегодня четвертое. Нормальное все. Так, гуляш свиной взяла. Говяжий фарш взяла. Должно быть нормально тут по одиннадцатой. По срокам годности все нормально. Так, взяла укропчика. У меня мало его. Яйца, девочки, целые. Они были запакованы в пакете, потом еще в одном пакете. В общем, отдельно. Все яйца целенькие донес дядечка. Молодец, хорошо все. Так, взяла вот такой йогурт. Такой йогурт мне нравится. Я его уже брала без сахара. Хороший натуральный йогурт. Ну, вот это вот молоко. Воду единственное, что я думала, что это полторашки. А тут по пол-литра. Но ничего страшного, все равно самой не тащить. Так, а что в другом пакете? Так, ну, второй пакет у меня такой огромный и тяжелый. В общем, заказала я перец болгарский чуть-чуть. Персики. Там 300 грамм того, 300 грамм того, по-моему, так, по весу идет. Помидорчики, сливки. Тоже это полкило идет баклажан. Не баклажан, а эти кабачки. Килограмм лука. Капуста. Ну, она, по-моему, на 3 килограмма вытянула. Вот такая большая. И арбуз. Вроде бы должен быть нормальный. В общем, вот такой тяжеленький кулечек, пакетик. В общем, все в заказе пришло. Кроме хлеба. Хлеб они мне написали. Замену предложили тостовый, либо солодовый. Аютинский хлеб, отрубной я хотела. Но его нету. Ну, я отказалась вообще от хлеба. За хлебом придется мне сходить. Но все же не тяжелые вещи таскать в сумке, да. Хлебушек можно купить. И, кстати, про кофе тоже я забыла. Кофе еще надо взять. Так, ну что, посмотрим фарш. Фарш вот этот я открыла. Это гуляш. Слиной. Запаха вообще никакого нету. Ну, это хорошо, что нету никакого. Лучше никакой, чем какой-нибудь плохой. А вот эта вот говядина пахнет прям говядиной. Хороший запах. Так, девочки, собралась. Я сегодня сделать фаршированный перчик. Я перчики уже подготовила, вынула начинку. Сейчас я в измельчителе просто измельчу луковицу. И вот этот гуляш свиной измельчу. И смешаю с говяжьим фаршем. И тогда у меня будет нормально все. Так, откроем полностью уже все это дело. В общем-то, я с заказиком, доставкой довольна. В принципе, единственное, ну, конечно, мне персики принесли такие зеленоватые. И хлеба аютинского, видно, с утра еще нету. А трубной хлеб, который я беру, вот. Предложили ту замену, которую предложили, я ее не люблю. Поэтому я попозже чуть-чуть схожу за хлебом сама. Но все же тяжести не таскать. Это все-таки лучше. Тем более, что у меня последнее время болит спина. Девочки, спина болит уже неделю. Но я уже четвертый день пью арту. Она, конечно, сразу не действует. Это нужно, там, спустя какое-то время будет действовать. Так, вот такой вот гуляшик. Большие кусочки сейчас я порежу. И измельчу в измельчителе с луком. Все это перемешаю. В общем, гуляш я этот измельчила. В измельчителе он получается вот такой вот рубленый. Как рубленый. Не перемолотый рубленый. Ну и отлично, прекрасно. Тремя заходами сделала. На три части разделила. Вообще, чтобы не напрягать мотор, лучше 400 грамм вообще разделить на 4 части было. Вот сейчас последняя часть была поменьше. Вот, и все. Так, лук я измельчила тоже. И гуляш, вернее фарш вот этот говяжий туда опускаем. Все. И добавим чуть-чуть туда еще соль, перец и немножко риса. Все. Будет фарш готов. Все, девочки. Я в фарш добавила рис, соль, перец. И все это сейчас перемешаю тщательно. Буду начинять перчики. Перчики задумала еще вчера. Я просто посмотрела, у меня болгарский перец лежит. Надо его готовить, чтобы он не пропал. Поэтому сейчас все это мы сделаем. На обед у меня перец фаршированный будет. Риса я сюда кладу чуть-чуть. Ну, рис это, знаете, дело такое индивидуальное. Но я, честно говоря, не люблю, когда много риса. Лучше больше мяса, а риса немножко. Вообще, я вам хочу сказать, вот это то, что я сегодня сделала, это вот в исключительном случае, что касается доставки. Я заказывала доставку зимой, когда было холодно. Вот это тащить неудобно. Куча одежды на тебе. И в плохую погоду, в общем, заказывала доставку. Сейчас у нас очень жарко на улице. Просто нереально. При том, что тяжелые очень сумки. И самое главное то, что у меня вот это вот болит спина. Я сейчас как подумаю, что мне нужно вот это вот тащить. Мне даже не то, чтобы тащить. Вот мне надо будет за хлебом сходить. А мне уже, мне просто сходить тяжело. Вот, по всем этим причинам я заказала вот это мясо. Обычно иду в мясной магазин, выбираю мясо. Сама беру хорошее. Беру мякоть, обычно говядину, свинину, семена, фарш. Я перемалываю сама. А брать готовый фарш, это, конечно, как получится, как нарветесь. А то бывает, что он не очень хорошего качества. Он не очень свежий. При том, что измельчать мясо в измельчителе, мне жалко измельчители. Вот сейчас, честно говоря, сердце кровью обливалось, когда я измельчала его сейчас в измельчителе. потому, что мясо это самый тяжелый продукт. Там совсем чуть-чуть надо его класть. Но и за 400 грамм мяса, конечно, мясорубку вот это вот доставать, разворачивать неохота. Поэтому я сейчас вот это измельчала в измельчителе. Так, ну что, у меня еще фарш остается. У меня там еще есть 3 перчика. Я сейчас весь перец этот сделаю. За хлебом все равно придется идти. И то, что мне нужно докупить, я докуплю. Но сейчас я уже перец этот сделаю. В принципе, много перца как бы тоже мне не очень-то нужно. Так, все. Фарш еще остался. Сейчас еще 3 перчика подготовлю. Так, ну все. Я, в общем-то, начинила весь перец. И у меня фарш весь ушел. Один помидор большой пришлось использовать. Но я смотрю, я много сделала. Поэтому я вот 5 штучек я отложу в морозилку. Приготовлю их позже. А вот это приготовлю сейчас. Потому, что я обычно в день парочку съем, да, как раз на 3 дня. Все, я поставила кастрюльку. Уже залила водичкой. Сейчас приготовила. Вот уже помидорчики порезала. Укроп с петрушечкой. И все. Ну, сейчас пенку сниму. Чуть-чуть поварится. Помидорчики можно будет кинуть. Зелень в конце. Бульончик чуть-чуть можно подсолить. Начинка уже соленая. Вот сам бульон надо подсолить. Можно подперчить. Не знаю, больше туда ничего кидать не буду. Лавровый листик кину и все. Кстати, рис я никогда не варю заранее. Потому, что он все равно варится с фаршем. Я не вижу смысла лишнюю работу делать. Ну, что, девочки. Хочешь, не хочешь, вышла я на улицу. Дома мне прохладненько, хорошо. На улице 32 градуса. Ну, в общем, терпимо, можно сказать. За хлебом иду. Все в доставке хорошо. Но аютинского хлеба не было. Но я надеюсь, уже его привезли. Уже около часа дня. Так что хлеб надо купить. При том, что я забыла про кофе. Кофе еще есть чуть-чуть, но заканчивается. Вот. Так что вот прогуляюсь. В общем, в тенечке нормально, терпимо. Ветра нету совсем. Ветерочка не капит. Ну, вышла прогуляться чуть-чуть. А то я стала что-то резко выходить на улицу. Но я рада от того, что мне не нужно ничего тяжелого тащить. Все, что я возьму сейчас, это все такое по легкому. Так, ну и Сбербанк надо забежать. Потом вернусь к вам. Все, девочки. Сходила в пятерочку. Купила батон со трубями такой, который мне нужен. Килограмм нектарина взяла. Они мягенькие, свеженькие. И по акции. Творог тоже по акции. Вязанка я взяла. Докторскую колбаску. Кофе вот такой большой взяла по акции. Вот это я взяла попробовать. Не знаю, что это за такой йогурт. Интересно, любопытно. Парочку бананов. Вот это все у меня вышло на 870 рублей. Из них 868 я заплатила баллами. И, в общем-то, по карточке. И 2 рубля только доплатила. То есть, это можно сказать, бесплатно уже продукты мне, так сказать, пришли. Да? Приятно. Классно. А еще я взяла помидоры. Ну, это вот у женщины. Она продает со своего оргорода. По 80 рублей килограмм. Вот на 100 рублей. Вот такие розовые классные помидорчики взяла. Свежие только с грядки. Ну, вот и пришло время обеда. Я управилась со всеми своими делами. Вот положила себе один перчик фаршированный и помидорчик. Пахнет очень вкусно. Я уверена, что это будет прямо вкусно-вкусно. Поставила себе вазочку такую вот с фруктами. Люблю, когда вазочка полная у меня с фруктами стоит на столе. Все, девочки мои хорошие. Я покушала. Я такая задобрела. Хорошенькая, добренькая. Очень вкусный перчик фаршированный. Получился класс. Все, вот теперь мне можно выдохнуть. Вот уже 3 часа дня. И вот эта суета у меня только остановилась. Что еще я вам хочу сказать. В общем, пока перчик провалится, я попозже уже буду резать арбуз. Но арбузы сейчас уже все спелые. В общем-то, я не сомневаюсь, что он спелый. Но в любом случае, его просветить не могут. Пятерочку винить я не могу, если он даже будет не красный, а розовый. Но я и сама такую же могу выбрать. Получила я квитанцию. Вы же помните, как я ходила по этим коммунальным услугам. Всем собирала эти справки. То там, то там. В очереди постою. В общем, вся эта эпопея, слава богу, закончилась. Пришла квитанция сегодня на одного человека. Кстати говоря, на мусор подорожал тариф. Было 109 рублей на человека. А теперь 115 рублей на человека. Но то я платила за пятерых. Теперь за одного буду платить. И у меня квитанция сразу стала меньше. У меня квитанция сейчас 735 рублей. Но это не считая водоканал и электричество. Это обслуживание. Нагрев горячей воды. Мусор. Ну и в общем обслуживание. Не знаю, за что они берут. Расшифровать никак не могу. У меня получается, я сэкономила 460 рублей в этом месяце. И каждый месяц будет так же. В общем, я рада, довольна. На этой теме уже можно теперь точно расслабиться. Ставить точку. Потому что я еще переживала. Думаю, когда придет квитанция, проверю, не обманули ли меня. Все правильно, ничего не обманули. Еще что, пока я поднималась. Я выходила, я смотрела, какие-то рабочие там что-то работают внизу. А уже когда обратно шла, я смотрю, на соседних подъездах новый домофон висит. И у нас, я смотрю, там тоже вырезают, там где домофон вырезали. В общем, я остановилась, поговорила. И значит, что я узнала. У нас меняют домофон. Ребята сказали, что домофоны будут менять во всех домах. Я говорю, у нас вроде как бы дом старый, почему у нас такой крутой домофон, ставят такой с глазком. Я говорю, а как можно этим глазком пользоваться? Это нужно дома трубку менять? Они говорят, нет, это через приложение. Вы можете там скачать приложение специальное. И по приложению, вот ко мне когда звонят, чтобы увидеть, кто там мне в домофон звонит, я по телефону могу увидеть этого человека. Мой этот человек или это не мой, это открывать дверь, не открывать. Я буду теперь это видеть уже в телефоне через приложение. Да, я прям рада, что я прям в 21 веке живу. Такие, вот такой технический прогресс. Это очень интересно, очень здорово, да. Ну, заходить также мы будем с ключа. Магнит нам, магниты нам раздадут, новые магниты будут какие-то. Ну, и даже сказали, можно смотреть через приложение, даже если меня дома нет. То есть, если меня дома нет, я могу все равно увидеть, кто там ко мне приходил. Очень интересно, здорово, правда. Магниты сказали, будут разносить нам вечером. Да, я еще позвонила, телефон у меня есть, я позвонила, чтобы уточнить информацию. Я говорю, если вот людей дома нету, у меня вот соседка одна, другая, сейчас в отъезде, там ребенок, сын там на работу у нее, я могу за нее получить ключи? Нет, нельзя, там один ключ идет, магнит бесплатный, а если нужно еще, то там 150 рублей будет стоить еще дополнительный магнит. Вот, ну, понятное дело, люди живут семьями там, со своими детьми, поэтому один магнит мало на семью, но купим сколько нужно, это не вопрос. В общем, короче говоря, с этими магнитами это вопрос решим. Будут вечерами разносить, я говорю, а если вот когда будут разносить, точно скажите, чтобы я дома была, ну, будут вечерами ходить, разносить после 6 часов вечера, когда люди уже с работы приходят, и я говорю, а если вот человек приедет и войти не сможет, пускай звонит, договаривается и принесут этот ключ, все это будет не вопрос. Там будет какой-то код, сейчас можно будет заходить по коду, без ключа пока, в общем-то, и я говорю, а как вообще это скачать, приложение, все, ну, там информацию дадут, можно будет все это узнать. Ну, любопытненько, интересненько, мне прямо это все очень стало интересно. В общем, мне сказали, что домофона служат 10 лет, и потом его меняют, и я говорю, как по всему городу будете менять, ну, там, где уже служил 10 лет домофон, там будут менять уже, сейчас будут все домофоны менять на новые, ну, классно, интересненько, прямо это мне нравится. Так, ну, все, девочки, я уже, в общем-то, управилась со своими делами, сейчас уже просто я хочу лечь, растянуться, я же вам говорила, у меня все-таки спина больная, как-никак, хотя так сегодня вот уже становится получше. Четвертый день, как я пью, да, Артур, с утра еще побаливала, но сейчас так вроде бы немножко получше стало. Вот, и все, сейчас я включу продолжение сериальчика этого, за которым я отдыхаю, отдыхаю, в общем, любопытно, что же там будет дальше. А может быть, посмотрю еще какой-нибудь фильм отдельный, там, не сериал, а что-нибудь посмотрю еще. Вот, ну, настало время отдыха моего, и настало время мне с вами попрощаться. Не хочу, чтобы видео было длинным, потому что монтировать долго сейчас я сидеть пока не могу. Поэтому, всем пока, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok